Я вас предупреждаю, что я делаю видеофиксацию. Смотрите, какая ситуация. Буквально в полтретьего, в 23, я пришел в Главное управление национальной полиции в Полтавской области, на Пушкина 83, сделать заявление о преступных действиях, а возможно бездействиях, а возможно действиях, сотрудниками следствия отделения полиции номер один. Я хотел сделать заявление в управление внутренней безопасности. Сотрудники внутренней безопасности сначала сказали, сейчас к вам кто-то спустится, а потом в итоге они отказались вообще приходить и принимать заявление. Вот сказали, приходите во вторник или в четверг. И поэтому я считаю, что это и есть неправильно. Почему? Потому что я перед этим созвонился, скажем так, в Киев звонил, уточнял, мне сказали, что там есть дежурник, а тот должен принять заявление. Но сотрудники внутренней безопасности отказались принимать это заявление. Поэтому я всего лишь, хотя понимаю, это, скорее всего, будет безвыходность у вас. Почему? Потому что принять заявление на сотрудника внутренней безопасности, я считаю, что вы принимаете, по назначению отправляете. Это ваше право, я обожаю это заявление. Да, и самое интересное, знаете, что я буквально с трех часов начал звонить в полицию. Вот у нас уже сейчас 18, у меня спешат на 7 минут, 18-12. Больше, чем 3 часа я жду патрульную полицию. И самое интересное следующее. Сейчас вы ко мне перезвонили, а сейчас еще один человек перезвонил. Он говорит, я вас жду на Пушкина 101. Что за человек? Тоже ваш полицейский, он говорит, мы сейчас подъедем, мы вас увидим. Он представился, полицейский, патрульный полицейский? Да, да, патрульный полицейский. Да, еще одна машина. Еще одну мою экипажу скинуло. Я ничего никому не сбрасываю, я всего лишь. А может, мы номер, может, и номер нам даты, так что вам звонят полицию? Вы знаете, у меня, в связи с тем, что мой телефон прослушивается, с ним странные вещи происходят, не сохраняются входящие номера, даже не сохраняются последние исходящие, не сохраняются. Странные вещи, я понял. Так что, мы тогда не по этой ситуации будут писать заявки. Вы всего лишь примете у меня заявление о том, что у меня сотрудники внутренней безопасности отказали сегодня принять заявление о преступном бездействии с сотрудниками отделения следствия, отделения полиции номер один. А именно, в чем заключается преступное бездействие. Смотрите, вот, три человека, вот, отвлеченные я, вы и ваш напарник, мы выходим из квартиры. Я закрываю квартиру ключами, ложу их в карман. Далее я очнулся за городом, избитый весь в крови, ничего не понял. Вот, квартира эта не моя была, это я был у своего родственника. Вот, потом дома я оказался там, ну, около четырех часов. У меня, утром мне позвонил хозяин квартиры, говорит, зайди. Я захожу к нему и ключи, которыми я закрывал вчера квартиру и ложил себе в карман. Торчат в дверях квартиры с обратной стороны, то есть снаружи. Я захожу в квартиру, так как дверь была еще и открыта. А в квартире пропал компьютер и телевизор. И теперь вопрос. Кто-то же из вас это сделал, потому что, ну, грубо говоря, нельзя определить. А, так уявно кажется. Сейчас одну пивиночку. Да. Не-не, у меня нема, потому что мы на кредитке были. А сейчас тут люди заяву отбираем, я буду пизднейше. Нема, понимаешь? Нема, а что-то требует, да? Ну, хиба, что, ну, давай, мы сейчас заяву отбираем, я думаю, ну, минут 20, и мы подскочим. Хорошо? Я наберу, как подъедем, давай. Как вы зовут, извините? Владимир. Владимир, смотрите, это неуявно. Скажите, вы сможете, вот если на улице найдете эти ключи, определите, от какой они квартиры? Ну, может быть, нет. Конечно. А в то же время в квартире пропадает компьютер и телевизор. Я, вы понимаете, что есть конкретно самое страшное другое, что оба этих гражданина, которые выходили со мной, потом меня в итоге избили, потом меня в итоге вывезли, выбросили за городом, у них статус свидетелей. Свитка? Да. Расскажите, вы брали с собой какие-то документы, чтобы ослечить вашу особу? Да, есть, конечно. И всего лишь я хочу сделать заявление вот на сотрудников внутренней безопасности. Давайте, тогда напишем заявку, возьмите документы, чтобы вас будет начать. Здорово, с посвящением. Председатель общественной организации. Посвящение водеяма, жил здесь. Да, был паспорт, а был посвящение водеяма. Вы знаете, я с этим документом захожу в Службу безвластности Украины. Это не документ? То есть существует общественная организация, которая как бы это, в нее есть посвящение. Но посвящение внутрешней вашей организации. Не, внешней. Мы заходим с этими достарениями. Я разумею, что заходят. Было бы краще, как бы у вас был с собой паспорт. Нет, с собой нет. Я не ношу с собой паспорт. Посвящение водея. И не ношу посвящение водея с собой. Это же законом не запрещено. Можете разбежать, господин номер 5. Храм Андрей Валентинович, 29-12-77. Нет, у вас, в принципе, Володя, есть, опять же, законный способ меня идентифицировать как личность. Вы можете меня отвезти в райотдел на 3 часа и установить, кто я такой. Правильно? Если у нас будет такая необходимость, потому что ее нет, вы просто хотите написать заяву. Мы тогда установим вашу особу и далее будем поговорить. Особа Храмов Андрей Валентинович. Хорошо, сейчас держу. Поэтому сегодня все же говорю. Храмов Андрей Валентинович. Вот, смотрите, еще одни приехали. Здравствуйте, это я звонила. Здравствуйте, Наталья. Я пока доехала с ДТП с потерпевшими. Наташа, то густо, то пусто. Скажите, можем мою людину проверить по армору. Вы же поймите, что мне сказали, что стоит в очереди. Я набрала бы, у меня же ваш телефон есть. Да, Наташа, все хорошо. А вы, мне кажется, что 2 часа меня ждете, а я еще ДТП направляю. Не вас, не вас. А жду полицию. Уже 3 часа. Я же не перезвонила бы мне раньше диспетчер, сказала, что есть вызов. Я бы набрала, сказала, что... А приехал сначала ко мне вот 20 минут назад в СОХ. Я вообще говорю, я СОХ не вызывал. Ну, я же скажу. У нас просто по ситуации, у нас упало... 29, 12,77. У нас есть такое с потерпевшими и еще 2 часа. 29, 12,77. Да у вас же будет там Винник, Храмов, 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 Андрей Валентинович, Храмов, Андрей Валентинович, Храмов, Андрей Валентинович. У нас папа один с вашим начальником. Да, спасибо большое, Наташа. Спасибо. До свидания. 29, 12,77. Да, на землю повалил. Хорошо, на землю повалил, идите. А, я просто скажу, нет перехода. Я и я. А, ну, все. Да, да. Я правильно напасла, чтобы я все... Ехал, я. Надеюсь, оно все правильно. Спасибо, пожалуйста. Постоян, верно. Заям о пропадею, да? А, все, есть, есть. Да. Да. У Храмов, через 2 Р. Нет, одно Р. Храмов, от слова храм. Андрей Валентинович, да. Дата народжения. 29, 12,77. То есть, працюете? Тимчасову бы заработать. Да, 77, 77. Миска проживания. Город Полтава? Что? Я понял, взагалі є така людина, це він, да? Улица Пушкина, 101. Написати заяву, а нема ніякого документа. Документ є. Достоверение представителя общественной організації. Ляхова, 1, да? Нет. Пушкина, 101. Пушкина, 101. Квартира, 47. А, ну, а на Ляхово у вас там когось ви проживало, чи... Никогда в жизни я не проживав на Ляхово. Хорошо, все, спасибо. 0,50, 317, 89, 71. Национальность надо, русский. Не надо. А, ну, и просто у некоторых спрашивают. Номер опознавчиняю я. Есть номер нашего посвечения. Серия и номер. Не знаю, що це посвечення. Ну, є такі, встановлено, особо є, але якщо особо дастся цими данами. Щас. Ну, посвечення називається посвечення. Посвечення – председатель общественной організації. АА-301. Щас, посвечення. Председатель общественной організації. На український. Председателя... Головы. Головы комітету. Головы комітету народного контролю. Народного? Да. Контролю. Серія АА. Щас. Три ноля один. Народного один, да, не тюня. Щас кажу. Двенадцатого червня 2014 року. Народного один. Я не знаю, як це класифістувати. Отказалися. Принимають заявлення про... Ну, ви вважаєте, що це неправомірно, так? Вони зобов'язані були прийняти. Ну, конечно. Тобто, нарушили законодавство. Они нарушають законодавство. Це тоді неправомірно. Сотрудниками внутрішньої безопасності. Промірні дії. Просто я не можу ідентифіціровати сотрудника. Ну, як мінімум, там є дежурник, який за це повинен відповідати. Вот на сьогоднішній день у нас... Ви прізвищ не знаєте, так? Я не знаю. Ви знаєте час, місяця, коли це було. Да, я знаю то, що должен быть... Це УВД був, да? УМВС. ГУНП. Да, ГУНП в Полтавській області, Пушкина 83. Зараз я піцю полночку. Тут добавка. Наборожа і безпеки ГУНП. В Полтавській області. Просто я не знаю, хто на сьогоднішній день дежурний, то я б непосредственно указав би фамилию. Ну, якщо ви знаєте часу, місяць-то там, тоді розберуться, хто на той, на той момент дежурував, сьогодні. Сьогодні це произошло.